Делегация во главе с Вячеславом Наговицыным посетила несколько аптечных пунктов города. Целью визита стал контроль ценообразования на розничную торговлю лекарственными препаратами. А точнее определить, не накручивают ли больше положенного аптечные сети. Нам диктуют все. Поставщики, производители. У нас идет торговая надбавка розничная. Она как была, 3 года, 4-10 лет назад. Такая она есть. На жизненно важное от 10%. От 10 до 20 максимально. Если с ценами все в порядке, то вот с выбором лекарств у комиссии были затруднения. Напомним, что с 1 марта врачи республиканских больниц выписывают пациентам рецепт только по химической формуле лекарства. Проще говоря, придя в аптеку, больной может по этой формуле выбрать любой из множества предложенных препаратов с аналогичным химическим составом. Но сделать это пока не так-то просто. Мы не смогли практически нигде увидеть, как это воочию может сделать человек, поскольку это сложно. Нет, это можно сделать, но времени отнимает очень много, и не каждый человек сможет найти. Поэтому мы примем такое решение, наверное, обяжем все абсолютно аптеки, чтобы какие-то терминалы у нас, либо экраны были повернуты в сторону населения. И для того, чтобы, когда человек приходит покупать лекарства, чтобы он мог видеть вообще весь спектр лекарств, которые ему предлагаются. В целом же глава Бурятии поставил положительную оценку работе аптек. Ценовой диапазон соблюдается. Лекарственные препараты имеются в полном объеме. Более того, с недавних пор в Улан-Удэ заработала производственная аптека, которая в кратчайшие сроки и по приемлемой цене поставляет лекарства в другие сети города. Главе республики был задан вопрос по нехватке аптек в районах Бурятии. Вячеслав Наговицын заверил, что этот вопрос уже решается. Сейчас ведется активное оснащение сельских медпунктов аптечными сетями. И в скором времени купить медпрепараты можно будет абсолютно во всех районах. Руслан Батуев, Виктор Еланцев. Новости дня.